Е-карта, с которой далеко не уедешь. Пенсионерка не смогла расплатиться в транспорте за проезд. Хотя совсем недавно она пополнила счет и денег должно было хватить. Пожилая женщина грешила на банк, но сама могла стать причиной неисправности карты. Городской дозор разбирался в ситуации. Хозяйка этой е-карты последний раз пополнила счет полторы недели назад. Но с той поры воспользоваться ей для оплаты проезда так и не смогла. Впервые в жизни, рассказывает Лидия Филипповна, деньги на е-карту положила через банковский терминал. И не раз об этом пожалела. Перевод где-то завис. Пенсионерка не раз обращалась в банк. Деньги пришли. Но почему-то только на третий день. Поездила всего два дня. 21-го, 22-го. 23-го снова еду на раз у меня деньги есть. Карта выбивает. Все. Я спокойной душой опять еду на автобусе на 0, 83-й. Мне говорят, у вас денег нет. Как денег нет? Мы решили проверить. Возможно, валидатор дал сбой. Посадили Лидию Филипповну на трамвай. Но и там билет по карте не дали. Недостаточно средств на карте. Как недостаточно? Я в банке положила. А куда они делись? Куда мы придем? Но ответить на этот вопрос кондуктор не смогла. У бабушки на карте нет средств, да? Как вы в такие случаи поступаете? Я оставляю их. Но ведь это же не нарушаете правила. Да, мы нарушаем правила. Однако оказалось, деньги на карте все же есть. Но при пополнении счета, скорее всего, произошла ошибка. Возможно, ситуация, когда не окончательно была произведена запись на карту, либо произошла какая-то техническая накладка. Это первая ситуация. И вторая ситуация – это после записи уже произошло какое-то разрушение данных в процессе поездки, эксплуатации. Чтобы выяснить причину неплатежеспособности Е-карты, необходимо провести ее диагностику, говорить технические операторы. Для этого нужно принести ее в сервисный центр, где ей дадут либо вторую жизнь, либо заменят на новую. Юрий Шумков, Ванислав Колупаев. Городской дозор.